Заключительный матч второго тура наших соревнований в конференции А и... Закрывают сегодняшний тур команды Комус и МТС Банк. У Комуса поражение 1-4 от HSBC, победа 2-1 над Банком Тинькофф. Сложный день Комуса, сейчас еще и МТС Банк, который очень неприятный соперник. Может удивить МТС любого. Кажется, даже если в конференцию премьера заявится, там тоже много проблем будет у соперников. У МТС сегодня 2-3 поражения от Московского кредитного банка. 1-4 поражения от команды Русал. Ну, должны сейчас выигрывать, чтобы хоть сколько-то очков набирать. Штрафной. Увидим в исполнении МТС. Задумано было неплохо, исполнение только подвело. Комус, да, в предыдущем матче против Тинькофф. Играл строго от обороны. Снова отличился. Коновод с забитыми мячами. Комусу приходится отходить назад. Мяч в центр пересок, поэтому можно было вратарю возвращать. Не забываем, что вам нужно лучше решить. Нам. Можно по голевую взяться, чтобы смотреть на больше. Две с половиной минуты в матче прошло. Без забитых мячей. Пока тяжело сказать, кто лучше смотрится. Но, наверное, МТС. Особенно последним впечатлением. Сейчас будет опасный момент. Но Коновод здесь создал опасность. Много сегодня уже забил. Можешь стать одним из лучших нападающих турнира. Ну, или тура. Пока в турнире судить тяжело. Комусу разыграли. Аут разыграли. Вроде мы перешвили сегодня в составе Комуса. Нет, а все равно играют крайне медленно. С такими длинными затяжными паузами. Спорная нога в поле. Меч достанется Комус. Интересный розыгрыш аута. Здесь столкновение. Ставим первый фолл МТС. Комусу. Комусу. Очень мягкий перевод вверх. Комусу. Последние минуты. Комусу удается создавать серьезное давление на чужие ворота. Ну, приходит время забить. Обычно, если не забиваешь ты, то забивают тебе. Отличный пас сделал на дальнюю штангу. Видно, что подустали игроки обеих команд. Думаю, если бы этот матч стоял бы в начале дня, то совсем другой футбол показывали игроки. Снова пас слегка не в ногу. По одному запасному игроку у команд. Поэтому и темп игры неуклонно снижается. Подводят пока и комусу МТС реализация. Субтитры делал DimaTorzok Желтую карточку получает игрок за разговоры с арбитром. МТС, наверное, активнее всех остальных команд. Думан пытается играть через второй этаж и не сказать, что столько высокорослых футболистов в составе. В том же Сейнкове есть Пучков с Терентьевым. Но там нет такого количества пасов верхом. Думан пытается играть головой. Фолл за 10 секунд до перерыва. После перерыва матч продолжится. 10 минут остается и окончен будет второй тур первенства Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд в конференции А. Тен начался с быстрой атаки Комуса. Сфиксировано еще одно нарушение. 2-2 по фолам. 0-0 счет. Не самый событийный и богатый на голевые моменты матч. Но, как мы уже говорили, это объяснимо. Команды подустали. Играют только с одной заменой. Контр-атакует МТС. Коновод. Один. Мог сам бить. Должен был сам бить. Всем уже было делать передачу. Испугался, наверное, мастеровитого вратаря МТС банка. Все-таки Комусовцы видели, сколько спасений он сегодня совершил. Без тебя! Ставим, бегайте! Выбегайте! Без тебя, пожалуйста! На, на, на! Жесть! Левый! Давай, давай! Ход! Старик! Угу, поход! Бери! Верегите. Старик, тяжелый. Готов! очередной удар головой четвертого номера мтс банк он сегодня головой уже сбивал и снова выходка на воды 1 на 1 рушение правил выставил локоть комусу комусу штрафной комуса но стандартные для конца в розыгрыше вставлен мяч под удары комус выходит вперед мтс быстро ответить бьет после розыгрыша ну три в два очень быстро возвращаются у комусы игроки на свою половину поля только потеряли мяч сразу три защитника тут как тут красные красные играют заферич ничего давай 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 что такое шарю ребят товарищ судья аута вводят мтс до момента дело довели интересно что же мтс 4 минуты остается и будут ли они вводить полевого игрока вместо голкипера снова играет верхом мтс им бы в пляжной заявиться заферичной мне все тебе ничего нет не пойдет все это 25 15 минут 5 625 5 600 давай ты мне можешь в принципе всю сумму на карту тянуть у меня вообще больная и все ухо за подкладку 2 минуты 37 секунд остается до финального свистка мтс категорически не устраивает в этом матче поражение но и ничья станет не лучшим результатом но преимущество комус все мы видим очень шаткая они уже сегодня потеряли очки в матче с hsbc и больше у них нету права на ошибку никто никто потом не вспомнит победу над тиньков главное все таки это количество очков и вратарь вынужден уже с венчом идти в атаку на 5 метров на 5 метров должен отойти защитник комуса и в и и снова в и и снова в пляжном хорошо так в падении бить а тут когда приходится ударятся с паркетом последняя минута этого матча и второго тура в конференции а фол нарушает правила комус получает опасный штрафной на последней минуте удар очень не точно сразу контратакует комус она вот тоже ошибается последняя минута получается такой как будто счет равный у нас идет кубковые туры турниры команды не согласны на пенальти кому угодно никто не приходит к тебе кто приходит феерический промах как говорится это было сделать непросто но он профессионал как говорится это было сделать непросто но он профессионал и и таким образом у них после трех матчей шесть набранных баллов только три потерянных очка ну что ж результат неплохой посмотрим что будет дальше в третьем туре это крым до него пролетит незаметно так что прощаемся ненадолго все ура Продолжение следует...